Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем, люди, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас видео будет не бьюти-направленности, не буду вам рассказывать ни о покупках, ни о своих каких-то открытиях, а буду рассказывать о своем опыте, который был уже достаточно давно, о том, как я похудела, о том, как я закрепила результат, о том, какие ошибки сделала, и чтобы вы этого не делали, и о том, как я живу сейчас, как я поддерживаю вес. О всем этом, о здоровом питании, о ошибках похудения, обо всем я хочу сделать видео такое общее, поэтому сразу готовьтесь так основательно, если вы любите мой канал, любите мою болтовню, которую у меня не часто, именно вот такая вот, скажем так, на какую-то тему, немного отвлеченная от косметики. Если вам интересна тема похудения, в любом случае, желаю вам приятного просмотра, наливайте себе чай, берите что-нибудь вкусненькое, желательно что-нибудь полезное, вкусненькое, садитесь, и мы будем с вами разговаривать. Я на самом деле очень надеюсь на какой-то диалог с вами, на то, что вы мне напишите свои мысли по этому поводу, свои какие-то методы, какие-то системы, что у вас связано с темой похудения, может быть, как вы худели, какие советы вам помогли. Я очень надеюсь, что вы мне что-то посоветуете, что вы мне напишите ваше мнение о моих выводах по поводу похудения, здорового питания и всего остального. Я очень надеюсь на какую-то дискуссию в комментариях, я надеюсь, что она у нас будет. Итак, прежде всего я вам расскажу о том, почему я худела, свой первый этап, потом такой этап стабилизации, ну, обо всем по порядку. Итак, значит, как это все началось? Началось это все в конце 10 класса. В конце 10 класса я весила 65 килограмм при росте 168. Сейчас у меня где-то, наверное, третья аудитория скажет, ну и что, это же не критично. Ну, я так скажу, это вес не самый страшный, но и не самый красивый, скажем так, для девушки. Сколько мне тогда было? Мне было 14 лет. Это, скажем так, не то чувствовала я. Я не хотела весить 65 килограмм с ростом 168 в 14 лет. Я всегда стремилась к тому, чтобы быть стройной, красивой. И как-то уже вот в 14 лет поняла, что нет, как-то у меня не складывается мое видение себя и стройная красивая девушка в единой. И поэтому я решила похудеть. То есть, с 65 килограмм я похудела за первый мой этап, за 2 месяца, 2, может быть, с половиной месяца, я похудела с 65 килограмм до 53. Что я для этого сделала? Я, кстати говоря, буду посматривать иногда вот в свою тетрадку, чтобы ничего не забыть, все вам подробно, структурировано рассказать, чтобы и вам легко было меня слушать, и мне ничего не забыть вам рассказать. Итак, мой первый этап, прежде всего, я начала с того, что у меня были структурированы мои физические нагрузки. Я начала делать зарядку. Девушки, делайте зарядку, даже какая-то легкая, небольшая зарядка, где вы потянетесь, растянетесь, не знаю, просто даже какая-то, скажем так, несерьезная, не надо приседать, отжиматься. Даже если вы сделаете легкую растяжку, это уже будет плюс. Во-первых, вы взбодритесь, проснетесь. Во-вторых, как-то вы подготовитесь к дальнейшим своим действиям с утра. То есть как-то состояние будет рабочее, не сонное, вы не будете спать полдня, а уже как-то вы придете в себя после сна. Во-первых, это физические нагрузки. У меня была эта зарядка. Это была одна зарядка с утра, то есть такая легкая растяжечка, все мышцы потянуть, растянуть, потянуться вверх, порадоваться солнышку. Вот такой направленности зарядка, ничего сложного. Была у меня еще вторая, я называю ее зарядка. Это уже такой комплекс упражнений, более серьезный, делала я его каждый день. В основном там приседания какие-то на ноги. Много ты, то есть я уже сейчас не вспомню, что я там делала в 10 классе, оно и не надо. Каждый для себя выбирает тот комплекс упражнений, который нужен. То есть у нас сейчас много в интернете упражнений, много комплексов там составлено. То есть днем вы делаете уже более что-то серьезное, что-то такое основательное, желательно как минимум полчаса, чтобы у вас были физические нагрузки. Можно там с гантелями, можно в спортзал пойти, естественно. Любая физическая нагрузка, она пойдет на пользу. У меня была на тот момент вот такая вот зарядка с утра, была вторая зарядка днем, и был у меня еще вечерний бег. Бегаю я очень медленно, потому что мне тяжело бегать быстро, я начинаю задыхаться. А я бегала очень так медленно, в таком достаточно медленном ритме. Пробегала я, ну, скажем так, где-то минут 20-30 я бегала, в очень медленном таком умирающем темпе, но мне этого хватало, я вполне себе себя комфортно ощущала. После того, как я ввела физические нагрузки, я изменила структуру своего питания. Прежде всего я начала пить много воды. Я стала пить где-то 2 литра воды. До этого я пила мало воды. И как-то я со временем почувствовала, что вот именно вода это самое-самое нужное мне в любом случае. Поэтому сейчас я, когда прихожу домой, я сразу стакан воды выпиваю, если не два. Если я с утра встаю, я сразу выпиваю много воды. Но об этом уже позже расскажу. То есть вода это самое, скажем так, необходимое моему организму, как я поняла. И поэтому я пью очень много воды. Далее. Я перестала пить чай и кофе с сахаром. Ну, вот это было мое такое решение. И сейчас я не пью чай и кофе с сахаром. Мне не нравится вкус сахара в чай и кофе. Я люблю зеленый чай, потому что у него очень многогранный вкус. И вот не дай бог вам положить зеленый чай с сахаром. Он убьет все. Он убьет весь вкус, все на разнообразие оттенков в этом чае. Серьезно. Попейте как-нибудь неделю хотя бы напитки хотя бы с меньшим содержанием сахара. Вы поймете, что они вкуснее. А если вы вообще уберете сахар из чая и кофе, то прям вообще идеально будет. Я не призываю к тому, чтобы вообще убрали сахар, потому что сахар это очень полезная вещь. Мозг питается сладким. И поэтому, тем более, если вы девушка учащаяся, необходимо есть сладкое, необходимо есть сахар. Но все-таки давайте ограничивать этот вкусный, приятный продукт, но достаточно вредный для фигуры. Чай и кофе для меня без сахара они вкуснее оказались. После этого я перестала есть после шести. Мне вот самое тяжелое было это не есть после шести, потому что я поздно засыпаю, я сова. И с шести до двенадцати просидеть, ничего не есть. Я об этом уже себе дала поблажку. Я сидела и ела вот салатные листья, потому что они горькие. Я думала, они во мне подавят аппетит. Я не смогу съесть этих много салатных листьев, но нет. Салатных листьев я могу съесть тонну. Благо они не калорийные, но действительно, девчонки, я могу их съесть огромное количество. Я могу съесть огромное количество любых овощей, помидоров, огурцов. Прям вот в сухую даже, без соли, без всего. О, обожаю все это, но после шести мне есть нельзя было. У меня была такая вот установка, такая диета. И честно говоря, дальше я вам расскажу, что на самом деле я от этого отошла. Отказалась. Самый правильный путь, особенно если вы сова, если вы поздно ложитесь. Но на тот момент я не ела после шести. И еще один такой совсем уж я себя зажала в рамки. Я стала считать калории. И в моем идеальном мире мне казалось, что если я буду есть меньше тысячи калорий в день, вот тогда я наверняка добьюсь успеха. Да, я добилась успеха, я похудела. Но тысяча калорий это очень мало. Я так считала прям. То есть если яйцо, то как оно 70, по-моему, калорий. Я его там считала, что это уже как 100 калорий. То есть я так прям серьезно себя ограждала во всем. Потом повезло мне еще в тот момент тем, что у меня было мало соблазнов. Скажем так, я жила на даче у дедушки, не осознавая он за правильное питание. То есть он там с утра кашу варит с яйцом, потом такой очень легкий супчик. Потом на ужин салатик. То есть не было каких-то там моря шоколада, не было каких-то жирных продуктов диких. И поэтому этого всего не было, и мне этого как-то и не хотелось. Если организм привыкает к чему-то за, допустим, там за 2 месяца я привыкла к варделенному рациону питания, я в общем-то потом и не срывалась прям так уж серьезно. В итоге я достигла своей цели 53 килограмма. Ну, точнее как, моя цель была 50. Ну, достигла 53, ура! И дальше уже был момент такой, что удержать этот вес. У меня был такой период стабилизации, он был где-то год. Мой вес колебался от 53 до 56, но ниже 53 он не шел. То есть я хотела меньше, но вот я хотя бы в этих рамках держалась. На этом моменте я оставила только структуру питания свою. и оставила физические нагрузки. Я стала есть после 6, и я себя не ограничивала тысячу калориями, и вот все, дальше баста, дальше есть нельзя. Нет. Убрала такие достаточно серьезные 2 ограничителя, но вот, скажем так, не сильно поправилась. Вывод, из чего я делаю, что самое главное, самое главное на самом деле это 2 аспекта. Это физические нагрузки ваши, и это правильное питание. То есть неважно, что вы едите до 6 часов вечера, если это будет сникерс до 6 часов вечера, пользы от этого будет мало. То есть вот, скажем так, грубо говоря, логика моих мыслей. Далее уже с 53-56 я уже похудела до 50-51, и даже был момент, было 2 момента в моей жизни, когда я весила 48 килограмм, то есть это вот самый мой минимум, чего я добивалась, и выглядела я вполне себе неплохо. Мама, конечно, говорила, что плохо все, все печально, меня надо кормить, но мамы они такие, мне все нравилось. Итак, что же на этом этапе, я считаю, с вами основными вехами, до чего я дошла. То есть вот на втором этапе, на этой этапе стабилизации, я очень, скажем так, задалась вопросом, где я какие ошибки сделала, какие ошибки нельзя допускать. То есть я поняла, что я слишком быстро похудела, то есть мне не нравилось мое тело, я начала работать в этом направлении, я до сих пор работаю в этом направлении. Если добьюсь каких-то серьезных глобальных результатов, я вам обязательно расскажу. Далее, что касается именно третьего этапа, это то, что я уже с теорией моей, скажем так, я уже сейчас как я питаюсь, как я к этому подхожу, это прежде всего сохранить физические нагрузки, без физических нагрузок никуда. То есть если вы будете, не знаю, если вы будете сидеть на диване, как бы вы ни питались, ничего хорошего из этого не выйдет. Воду одну пейте, окей, тогда вот может быть. Далее, следующий аспект, естественно, вода, без воды никуда, воды нужно пить огромное количество, 2 литра, надо выпивать воды, хоть я не знаю, как себя заставляете, но выпивайте эти 2 литра воды, это полезно для кожи, это полезно для вашего веса, это полезно для вашего обмена, это в конце концов, если вы будете выпивать стакан большой воды перед обедом, вы будете есть меньше. В любом случае, пейте воду, это будет в любом случае полезно. Следующий аспект. Я вам уже показывала, когда я снимала видео в прошлый Новый год о похудении после Нового года, я вам показывала коктейль. Там всего 3 ингредиента. Это мед, это корица, это лимон. И эти 3 ингредиента, они прекрасно разгоняют обменные процессы в организме, они выводят токсины. Обалденная вещь. И я ее пью почти постоянно. Я пью постоянно этот коктейль. То есть вы кладете ломтик лимона, вы можете положить больше лимона, если вы любите лимон, если у вас нормальная кислотность, вы можете поменьше лимона положить, если вдруг он вызывает у вас какой-то дискомфорт. Вы кладете ложку меда, вы кладете туда корицу по вкусу. Далее вы заливаете водой это все и размешиваете аккуратно и выпиваете. Очень-очень вкусно. Потрясающий эффект. Мне очень нравится, как действует на меня этот коктейль. И он действительно, скажем так, помогает мне держать вес во многом, он помогает мне чувствовать себя бодрее и очень хорошо разгоняет обменные процессы в организме. Мне очень нравится действие этого коктейля. Если вы вдруг знаете какие-то еще вот такие вот коктейли, смузи, продукты просто, которые разгоняют обменные вещества, обязательно напишите мне об этом, потому что, не знаю, я вот люблю такие какие-то вещи, потому что, ну, как-то я вот прям чувствую от моего коктейля эффект. И я бы хотела быть что-то еще такое аналогичное. То есть, когда надоело одно, я попробовала второе, ну, вы меня понимаете. Что я поняла в плане питания? В плане питания следующая истина, к которой я пришла, это дробное питание. То есть, лучше съесть 5-6 маленьких порций за день, чем съесть 2 большие. Потому что организм не успевает большую порцию переварить, он меня про запасы откладывает, переварю потом, а куда он про запасы откладывает? Естественно, туда, куда не надо. Нам этого не нужно, поэтому, что я поняла, никогда нельзя ходить голодным, и нужно обязательно кушать через каждые 2-3 часа маленькими порциями. Вы будете съедать действительно меньше, потому что вы не будете такой голодный, ходить и смотреть на всех просто волчьими глазами, искать, где вы что бы оторвать, и съесть. Это во-первых. Во-вторых, ваш организм будет постоянно тратить калории на обменные процессы. Это второй аспект. То есть, постоянно поддерживать вот этот вот процесс переваривания, это тратится большое количество калорий. Организм ничего не запасает, он знает, что через 2 часа к нему придет еще одна порция пищи, поэтому у него нет никакого стресса, он работает в нормальном штатном режиме, скажем так. И еще один аспект в плане похудения, до которого я дошла, это баночный вакуумный массаж. То есть, мне не нравится мое тело, потому что я похудела, оно такое какое-то, как желе, и поэтому я пришла к баночному массажу. Это как отдельная тема. Если вы хотите, я вам обязательно сниму на эту тему видео, поговорим и о массаже. Вот здесь я просто как указываю, информирую вас о том, что вот умею, знаю, практикую. И я бы хотела подвести такой вот итог, и какие я вывела советы для себя, для того, чтобы похудеть, для того, чтобы сохранять свою фигуру. Это прежде всего следующие аспекты. Это вода, как я уже сказала 500 миллионов раз. Вода, 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 наше все. И поэтому пейте воду, девочки, пейте воду. Следующий аспект – это физические нагрузки. Чтобы вы обязательно ходили много, ходили много. Каждый день, чтобы вы очень много двигались, ходили на работе, до работ, с работы. Более того, чтобы вы делали зарядку обязательно. Не обязательно делать тяжелую какую-то зарядку, не обязательно штангу с утра поднимать. Не надо, не надо каких-то таких вот трудовых подвигов с утра пораньше. Но делать какую-то легкую растяжку, легкую разминку, может быть, потанцевать под какую-то любимую музыку. Пожалуйста, вот это, скажем так, надо. Надо как-то двигаться с утра, запускать свой организм, чтобы он уже пришел в себя после спячки, чтобы он начал работать, чтобы он как-то так вошел в рабочий ритм. Это надо. Более того, нужны физические нагрузки любые, такие вот уже на более серьезном уровне. Либо это фитнес, либо вы идете в бассейн, либо вы занимаетесь танцами. Любое движение, какое возможно, даже если элементарно вы себе составите какой-то график упражнений, как это делаю я. Я делаю график, у меня упражнений есть, я их делаю дома, у меня есть гантели небольшие, но когда у меня будет возможность, я либо на танцы пойду, либо в фитнес пойду, в любом случае я куда-то пойду заниматься. Но пока у меня нет такой возможности, нет на это время, я занимаюсь дома в ту минуту, когда у меня она есть. Никакая диета никогда вас не избавит навсегда от лишнего веса. Если вы будете неделю есть рис, а потом вы будете две недели закусывать все это с шоколадками, то вы не только не похудеете от этой рисовой диеты, вы еще и поправитесь в два раза. Ваши там несчастные 10 килограмм, от которых вы, может быть, похудеете даже вряд ли за неделю. За неделю вы можете на 5 килограмм похудеете от того, что будете питаться одним рисом. Потом эти 5 килограмм придут и еще 10 с собой приведут. То есть обязательно поймите, что диета это не выход. Выход только один, чтобы вы питались правильно всегда, чтобы вы вывели какие-то аспекты правильного питания для себя. То есть я, например, не могу обойтись без сладкого, я сладкоежка. Я не могу обойтись еще без каких-то калорийных продуктов, действительно. Я их ставлю в своем рационе так, чтобы этот негативный фактор влиял на меня как можно меньше. То есть есть продукты, которые я вообще не ем. То есть я не ем майонез, я не ем сосиски, я не ем колбасы, не ем очень много промышленно произведенных вещей. При этом я люблю мясо, я люблю жирное мясо, я обожаю соленые продукты. Соль, кстати, тоже надо сократить для того, чтобы... То есть соль и сахар надо сокращать, чтобы... То есть соль и сахар это, естественно, достаточно спорные, вредные продукты. Их нужно сокращать в своем рационе. Ну не могу я отказаться от соленых огурцов и помидор. Но я стараюсь их есть в маленьком количестве, немного, чтобы не задерживать соль в своем организме, чтобы не отекать, чтобы это не способствовало ухудшению моих обменных процессов. Далее. Я люблю жирную рыбу, но я стараюсь ее есть меньше. Я не скажу, что я себе прямо в ней отказываю, что я хочу, но не ем. Я просто привыкла съедать мало. Если вы привыкнете к тому, чтобы пить чай без сахара, там, допустим, вы будете пить чай без сахара месяц, на второй месяц вам не захочется класть сахар в чай. Ну вот так устроен организм человека, он ко всему готов привыкнуть. Вот. То есть вы не должны сделать какую-то для себя диету, поесть так две недели, а потом дальше питаться в обычном режиме, котлеты закусывать бургерами. Нет. Так не надо делать, не надо устраивать стресс для своего организма, чтобы он потом вам отомстил тем, что он начнет запасать все, что вы съедите. Должны прекрасно понимать, что только правильный образ жизни, только правильное питание, с правильным режимом, только этот вариант, он даст вам эффект. Никакая диета там, неделя на рисе, неделя на кефире, неделя на яблоках, да бог знает на чем, диета, хоть не ешь ничего, ничто вам не даст эффекта никакого, кроме того, чтобы это стало вашим образом жизни. То есть если ваш образ жизни, вы питаетесь одной морковкой, вы, конечно, похудеете, но питаться одной морковкой тоже нельзя. Следующее, это дробное питание. Дробное питание, оно эффективно. Во-первых, обменные процессы идут в организме лучше, во-вторых, вы съедаете меньше, порции меньше, вы съедаете меньше. То есть для себя я открыла, я думаю, что это для многих, дробное питание намного лучше, влияет на и внешний вид, и на самочувствие организма. Я и для себя открыла, и я уверена, что очень для многих людей дробное питание, оно будет как спасением. И я чувствую, как на меня положительно влияет то, что я питаюсь маленькими порциями, там какими-то небольшими перекусами здоровыми в течение дня. Но у меня постоянно организм что-то переваривает. То есть у нас даже шутка была на работе, почему ты такая худая, если ты столько ешь. Я не столько ем, я просто ем постоянно. У меня нет набегов на холодильник ночных, это самый главный плюс моей диеты. Это мотивация. То есть у меня была мотивация, я просто хотела выглядеть лучше, я хотела, чтобы у меня была более красивая фигура, чтобы мой организм был более здоровый. Хотя я начала с нездоровой диеты, честно говоря. Я отмечаю, это был не самый удачный пример похудения, и я, наверное, не советовала бы вас так себя ограничивать в калориях, как я это делала в переходном возрасте. Также я не советовала бы вам не есть после шести, кушайте после шести, но вы должны прекращать все свои встречи с холодильником где-то за 2-3 часа до сна. То есть за 2-3 часа до сна покушали, там попили водички немножечко, и все, и прекратили вот эти все гуляния, страдания, желания что-нибудь съесть. Далее. Что касается мотивации, мотивация должна быть именно я хочу улучшить себя, а не такая мотивация, я хочу, чтобы все на меня обращали внимание, какая красивая и устроенная, чтобы моя личная жизнь улучшилась. Ваша личная жизнь никогда не улучшится от того, что вы стали на 5, 10, 15, 20 килограмм. Меньше. Потому что личная жизнь это не, скажем так, потому что никто вас не будет любить за то, что вы похудели на 15 килограмм. Любят человека, не его там. Естественно, да, молодые люди обращают внимание на внешность, они так устроены. Но если за этой внешностью ничего не стоит, то, к сожалению, никакие диеты ничего вас не спасет, никак вы не улучшите там свое семейное положение. Так что выбирайте правильную мотивацию. Если у вас будет правильная мотивация, вы будете достигать свои цели, и все у вас будет замечательно. Следующий аспект, это обязательно слушайте свой организм. Не надо насиловать себя, не надо питаться морковкой, если вы хотите съесть стейк мяса. Съешьте маленький стейк мяса. Но съешьте его днем, не надо это делать ночью. То есть не издевайтесь над собой, потому что чем больше вы будете издеваться над собой, чем более насильственным методом будет ваше похудение, тем сильнее будет сопротивляться ваш организм, тем больше вы будете срываться. То есть если вы не готовы отказаться, допустим, от булочек, кушайте их с утра. И кушайте там, режьте одну булочку на две части, чтобы ваше вот это вот похудение, оно не было вот с понедельника на диету, а чтобы это было постепенными шагами к тому, чтобы стать там стройной и красивой. Следующий аспект, это структура питания. Это уже касается моих правил. То есть я в своей структуре питания считаю, что, ну, я люблю больше овощей, я кушаю много овощей, я люблю и мясо немного, я кушаю мясо. Я не люблю жирные продукты, я не могу есть жирную там сметану, я не люблю майонез, я его не ем, я не ем колбасы. Поэтому в моей структуре питания преобладают овощи, преобладают какие-то... Я ем кашу с утра, это злаки, углеводы. Они у меня тоже есть в достаточном количестве. Я стараюсь избегать мучного. Это не значит, что я его не ем. Я ем мучной, я ем хлеб. Я не могу себе отказать в хлебе, потому что я люблю хлеб, я люблю черно-ржаной хлеб. И кроме того, если я перестану есть хлеб, у меня начнут дико лесть волосы, потому что в хлебе содержится прежде всего очень много витаминов группы В, которые прекрасным образом влияют на состояние здоровья волос. И вам я не советую отказываться полностью от хлеба, просто сократите его, и не ешьте полубуханки хлеба в день. Скушите маленький кусочек с утра. Он принесет вам пользу, он принесет вам витамины группы В, и вашим волосам будет у вас такая же красивая шевелюра, как у меня. Вот уже сама реклама пошла. Но нет, дело-то в том, что именно найдите баланс питания. Если вы не можете отказаться от каких-то продуктов, но они вредные, разрешайте себе. Разрешайте себе их кушать с утра, разрешайте их себе кушать на праздники в маленьком количестве. Но это не должно быть тем, чтобы у вас праздник превращался в 7 дней, я ем колбасу. Не надо так делать, вы только вред нанесетесь. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, и подписывайтесь на мой канал. И, пожалуйста, пишите в комментариях свои мысли о том, как похудеть, как удержать вес, о том, что вы думаете про мои советы, про мои мысли, о том, как вы оцениваете мой результат, что я похудела, на самом деле, за короткий период, на очень большое количество килограмм, о том, что я дальше делала, о том, что какие ошибки я сделала, что вы считаете неправильно. Все это мне очень-очень интересно, и я надеюсь, что мы с вами устроим дискуссию, поговорим, потому что тема такая же вот лепещущая, тем более сейчас к Новому году все готовятся худеть начнут. Поэтому я надеюсь на разговор с вами, и я думаю, что вы меня поддержите. И все, всем желаю хорошей погоды, отличного настроения, до встречи в следующих видео, всех целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok